Друзья, всем привет! Сегодня смотрим цены на Луцком авторынке. Нужно анализировать цены по всем рынкам, чтобы какая-то картинка вырисовывалась, где дешевле, где дороже, откуда выгоднее пригонять машины, то ли их покупать в Украине, то ли все-таки пригонять из-за границы. Потому что объявление это одно, а рынок живой это другое. Поехали! Skoda Octavia. 2011 года. 1.6 дизельный мотор. Цена 8-900 долларов. Пробега заявлено 220 тысяч километров. Рядом Renault Megane. 2014 год. 1.5 дизельный мотор. Цена 9-700 долларов. Очень спорно, конечно, по ценам смотреть на рынки и в объявлениях. Иногда кажется в объявлениях, что все очень гораздо дешевле. Volvo V50. 2011 года. 1.6 дизельный мотор. Цена 7-200 долларов. Пробег 212 тысяч километров. Не на всех машинах ценники, к сожалению. Volkswagen Golf. 2008 год. 1.6 бензиновый мотор. Цена 6-500 долларов. Пробег 182 тысячи километров. Renault Clio. 2015 год. 1.5 дизельный мотор. Цена 8-300 долларов. Пробег не указан. Цены нет. Volvo V50. 2011 год. 1.6 дизельный мотор. Цена 7-800 долларов. Пышут дуже экономные. Так, там без цены. Тут у нас Renault Megane. 2012 год. 1.5 дизельный мотор. Цена 8-750 долларов. 230 тысяч километров заявлено. GT. Интересная модель. Peugeot 5008. 2014 год. 1.6 дизельный мотор. Цена 8-900 долларов. Пробег не указан. 7-800 долларов. Коробка Робот. Ford 2017 года. 1.5 дизельный мотор. Цена 8-800 долларов. Пробег не указан. Fiat Doblo. 2013 год. 2-литровый дизельный мотор. Цена 8-600 долларов. Пробег не указан. Volkswagen Golf. 2012 год. 2-литровый дизельный мотор. 9-000 долларов. Фулл комплектация. Алькантара. 260 тысяч километров. Интересный вариант. Бесценные машины. Opel Zafira. 2010 год. 1.7 дизельный мотор. 6-950 долларов. 280 тысяч километров пробега. Renault Clio. 2012 год. 1.5 дизельный мотор. Цена 6-300 долларов. 224 тысяч километров пробега. Volkswagen Golf. 2012 год. 1.6 дизельный мотор. Цена 8-800 долларов. 205 тысяч километров пробега. Volkswagen CC. 2011 год. 2-литровый бензиновый мотор. Цена 8-150 долларов. 179 тысяч километров пробега. Коробка автоматическая. В эрлайне. Хорошая машина. Volkswagen Passat B6. 2008 года. 1.9 дизель. 7-700 долларов. Тоже хорошая машинка. Quattro даже. Hyundai Accent. 2013 год. 1.6. Бензиновый мотор. Цена 6 тысяч долларов. 163 километра пробега заявлено. Mazda 6. 2012 год. 2.2 мотор. 8-700 долларов. Цена. 207 тысяч километров пробега. Без цены. Toyota Corolla. 2010 год. 1.3 бензиновый мотор. Цена 6-950 долларов. Пробега 120 тысяч километров. По крайней мере так написано. Ребята, то вы так часто критикуете, что я так эти даты, цифры называю. Ребята, не я же их пишу. Я их только озвучиваю. Volvo V70. 2010 года. 1.6 дизельный мотор. Цена 8-600 долларов. 202 тысячи километров пробега заявлено. Volkswagen Passat B6. 2010 год. В универсале. 1.6 дизельный мотор. Цена 8-850 долларов. 225 тысяч километров пробега заявлено. Skoda Octavia. 2011 год. 1.6 дизельный мотор. Цена 9-250 долларов. Peugeot 508. 2011 год. 1.6 дизельный мотор. Цена 9-200 долларов. Свежепригнанный. BMW 320 2005 года. Двухлитровый бензиновый мотор. 7100 долларов. Коробка автоматическая. Opel Zafira, 2011 год, 1.7 дизельный мотор, цена 7.200 долларов Механика, пробег не указан Opel Zafira 2010 года, 1.8 бензиновый мотор, цена 6.950 Пробег 255 тысяч километров Друзья, вот такой обзор у нас сегодня получился Обязательно сравнивайте цены, анализируйте, просчитывайте Не забывайте, по пятницам у нас прямой эфир Тоже будем обсуждать темы цен, где выгоднее покупать Вы обязательно пишите свои вопросы, будем вместе над этим думать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Чтобы просчитать таможенную стоимость автомобиля в Украину Вы можете обратиться к нам за консультацией через инстаграм Или в вайбер, который в описании под этим видео Консультации платные, или же можете дождаться пятницы По пятницам мы бесплатно отвечаем на все ваши вопросы в онлайн трансляции Так что не пропустите обязательно пятничный выпуск Ну или же вы можете подписаться к нам на спонсорство данного канала Если вы подпишитесь на второй уровень, вам откроется доступ к чату в телеграме для спонсоров И там мы также ответим на любые ваши вопросы оперативно, как только сможем Друзья, также напоминаю, что поддержать наш канал вы можете по ссылочкам в описании под этим роликом Там есть прямая ссылка на нашу карту, украинскую в гривнах, литовскую в евро Или же вы можете подписаться на спонсорскую подписку данного канала Это тоже поддержит нас и позволит нам улучшить качество видео, звучания, монтажа, оператора И в целом предоставлять вам более качественные ролики Всем спасибо, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok